17 января 43-го Черкес был освобожден от фашистских захватчиков и сегодня в Парке Победы был дан старт марш-броску дорогами освободителей. Герои Великой Отечественной войны упокоились рядом с памятником, павшим за свободу Родины в поселке Майске, перезахоронили останки солдат Красной Армии. Стены выстроены, укрепляют фасад. Фельдшеры и жители села Уруб с нетерпением ждут открытия нового ФАПа, которое состоится в этом году. Две недели осталось до выбора дополнительных предметов ЕГЭ. Подготовку к итоговой аттестации обсудили на республиканском совещании. Здравствуйте, в эфире телеканала Россия 24, Вести Карачева Черкесия. Как сообщил глава Карачева Черкесия Рашид Тимрезов, накануне делегация от нашей республики приняла участие во Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина. Сила России». От муниципальной власти напрямую зависит качество повседневной жизни граждан. Именно такими словами президент России описал всю важность службы на первом форуме «Малая Родина. Сила России», который стартовал в Москве на ВДНХ на выставке «Россия». Здесь собрались 7,5 тысяч представителей муниципальных образований из 89 регионов страны, и всех их объединяет одно – верное служение обществу и государству. В форуме от Карачева Черкесии приняли участие руководители администрации главы и правительства Муратозов, порядка 30 руководителей муниципальных органов власти республики, панельные дискуссии, круглые столы, лекции, презентации, проектов, а также встречи с представителями федеральной власти. Вся деловая программа форума направлена на повышение профессионального уровня местного самоуправления. Ранее президент России неоднократно подчеркивал значимость труда муниципальных служащих, отмечая, что именно они находятся ближе всего к людям. Всю важность своей миссии отлично понимают и представитель местного самоуправления Карачева Черкесии Рашид Тимрезов. Выразил им благодарность и отметил, что все поручения и инициативы, которые озвучил президент России, обязательно будут реализованы. 17 января особая дата в памятном календаре Карачева Черкесии. В этот день, в далеком 1943 году, Черкесск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Глава Карачева Черкесии Рашид Тимрезов поздравил жителей республики с этой датой. 5 месяцев и 7 дней жестокой оккупации невозможно забыть. Это страшное в истории нашей республики время, жертвами которого стали тысячи сыновей и дочерей Карачева Черкесии. Но тяжелые испытания, выпавшие на долю наших народов, не сломили их дух и твердое желание победить. Борьба против фашистов-оккупантов не прекращалась ни на день и закончилась освобождением Черкесской советской армии, в рядах которой были наши земляки. Благодаря героическому подвигу наших предков мы живем в прекрасной свободной республике, а при непосредственной поддержке президента России делается все для ее дальнейшего развития и благополучия. Сегодня дети поколения победителей продолжают боевую славу своих великих предков, героически сражаясь в зоне специальной военной операции. Искренние слова благодарности и низкий поклон нашим дорогим ветеранам. Вечная слава воинам-освободителям. И сегодня в парке Победа Черкеска был дан старт марш-броску дорогами освободителей. Акция приурочена к дню освобождения Черкеска от фашистов и собрала вместе воспитанников Центра авангард юноармейцев, представителей городского совета ветеранов, сотрудников правоохранительных органов. Черкеска освобождался силами 875-го полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии, которым командовал майор Орехов, говорили выступающие. Цель акции – пройти маршрутами этого полка и почтить память освободителей Черкеска. В авангарде полка был 2-й батальон, которым командовал наш земляк из Хабеза старший лейтенант Магомед Майлов. К собравшимся обратился его правнук Мухаммад. В поселке Майске состоялась памятная церемония перезахоронения останков 8 солдат Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, защищавших Крачево-Черкесию от немецко-фашистских захватчиков. Мурат Джанкёзов подробнее. В годы Великой Отечественной войны много бойцов остались непогребенными на поле боя. Их хоронили и устанавливали таблички с фамилиями. Но времени прошло немало, почти все сравнялось с землей. Возле поселка Майский Прикубанского района поисковыми отрядами были найдены останки 8 солдат Красной Армии, погибших при освобождении Карачаева-Черкесии от немецко-фашистских захватчиков. Карачаева-Черкесия – необычная республика. У нас велись бои и на равнинах, и в горах. Говорят, что на территориях не всегда велись бои на высоте выше, чем 3000 метров. Поэтому мы копаем и на земле, и в горах. И всегда мы будем помнить, что мы должны найти каждого погибшего солдата. Это наша святая обязанность. Выступившие отметили, что сегодня как никогда важно помнить и чтить подвиг солдат в годы Великой Отечественной. Православный священник провел панихиду по погибшим на поле брани защитникам Родины. В облаженном успении вечный покой подачь Господи. Преснопамятным рабом Божьим воинам. Сергию, Киму, Василию, Максиму и Анну. И Анну, Василию, Василию. И за двори им вечную память. Вечная память. На фронтах Второй мировой бок о бок сражались представители разных национальностей и вероисповедания. Имам поселка Майский провел обряд дуа по погибшим воинам. И Аллах, прими наши молитвы, и Аллах, мы просим, чтобы Ты просил наших умерших, незаконно убиенных душ во время войны. Те, которые еще не найдены, те, которые еще найдены. Постоянно мы часто, мы постоянно молимся за них, вспоминаем. В такой момент тоже нельзя, надо помолиться за всех. Я хочу, чтобы Аллах просил души их, принял их, как мученическая смерть. Участники церемонии почтили память героев минутой молчания. Подружейные залпы и траурную мелодию. Останки солдат Красной Армии с воинскими почестями были преданы земле. Герои минувшей войны упокоились рядом с памятником, павшим за свободу и независимость нашей Родины. Представители общественных организаций, районной администрации, сотрудники полиции и следственного комитета, школьники и педагоги района, а также местные жители возложили цветы и венки к братской могиле павших воинов. Затем участники поисковых отрядов, активисты и неравнодушные жители района были награждены благодарственными грамотами за помощь и поддержку в проведении поисковых работ и увековечивании памяти погибших героев Великой Отечественной. В селе Уруп активными темпами ведется строительство нового фельдшерско-акушерского пункта. Важно отметить, что данный объект возводится в рамках реализации национального проекта здравоохранения. Современное медучреждение будет оснащено всем необходимым для оказания первичной помощи оборудованием. О ходе строительных работ Алихан Лепшоков. Строительство нового современного фельдшерско-акушерского пункта для села Уруп является жизненно необходимым. Здание старого медучреждения, в котором долгие годы принимали жителей, совсем обветшало. На строящемся объекте уже выстроены стены и полным ходом идет укрепление фасада. Новый ФАП позволит предоставить первую медицинскую помощь качественно, что самое главное, своевременно. Это шикарное здание, в котором мы будем оказывать первичную медицинскую помощь всем населениям. Здесь будет оборудование новое, отопление шикарное, теплое, мебель новая и также у нас будет очень много медицинской техники. Поэтому мы рады и благодарны нашему правительству, которое оказывает нам эту помощь в строительстве ФАПа. Мы с нетерпением ждали строительства нового фельдшерско-акушерского пункта, так как бывает сложно ездить в город, чтобы получить необходимую медицинскую помощь. А с открытием этого медучреждения каждый из нас сможет в легкой доступности проходить необходимые процедуры, отмечают жители села Уруп. Больше населения нашего села это уже пожилые, но им очень тяжело в городок ездить. Когда у нас был закрытый ФАП, бедные наши бабушки были. Мы, конечно, еще желаем, чтобы в этом ФАПе была хотя бы какая-нибудь маленькая аптечная киосочка, чтобы за копеечными таблетками не ездить в городок к бабушкам. Ну и для нас также очень необходимы дети. Вот у нас очень много детей, тоже в городок не наездишься. Мы очень рады, что будет у нас новый ФАП. Строительство нового фельдшерско-кушерского пункта в селе Уруп завершится уже в этом году. Алихан Лепшоков, Ренат Муков, Вести Карачаева, Черкесия, Урупский район. В центре одаренных детей «Спутник» прошло ежегодное республиканское совещание, на котором подвели итоги государственной итоговой аттестации за 2023 год. Обсудили качество проведения результата информационно-технологическое обеспечения и обозначили новые задачи. Альбина Ламкова продолжит. Всего две недели осталось до 1 февраля. Финальные даты для выбора дополнительных предметов ЕГЭ. В нашей республике в лидерах по-прежнему остается общество знания. Стала популярна информатика. Подводя итоги государственной аттестации за 2023 год, было отмечено в высоком организационном и технологическом уровне. Все прошло без сбоев и серьезных нарушений, отметила министр образования и науки республики Инна Владимировна, добавив, что есть над чем работать. На рабочем совещании мы поставим определенные задачи на 2024 год перед руководителями образовательных организаций, которые они должны довести до сведения учащихся и до сведения родителей. И, конечно, Республиканский институт повышения квалификации работников образования должен организовать методическую подготовку педагогов по устранению тех дефицитов и пробелов, которые имеются у учителей, чтобы устранить вот эти все как раз таки слабые места. И в следующем году результаты наши стали значительно выше. В среднем основной государственный экзамен сдают более 6 тысяч человек. Единый государственный экзамен – около 2 тысяч. К сожалению, есть те, кто остались и без аттестата в 9-11 классах. И, естественно, такие результаты не приветствуются. На собрании также обсудили ремонт в образовательных учреждениях в рамках реализации программы «Модернизация школьных систем образования». Нам надо будет перенести некоторые школы, пункты проведения экзамена в другие пункты проведения экзамена. Уже эту работу мы проводим на протяжении последних трех лет. То есть, единый государственный экзамен и капитальный ремонт – это хорошо, но есть моменты, которые накладываются друг на друга. Их сегодня также надо устранить. При проведении ГИА используются современные технологии. Осуществляется передача экзаменационных материалов по сети интернет. Печати и сканирование работ участников непосредственно в пунктах проведения экзамена. Благодаря должной подготовке экзаменационная кампания 2023 года прошла в штатном режиме. По-прежнему будут использованы средства под давление связи. Они установлены в каждой аудитории. В этом году у нас уже выпускники 11 классов в декабре месяце участвовали в допуске к государственной итоговой аттестации. Они участвовали в итоговом сочинении и сложении. 97% выпускников получили зачет. То есть, это первый шаг уже для того, чтобы участвовать в итоговой аттестации 2024 года. С 1 сентября применяется новый порядок проведения итоговой аттестации. С ними все выпускники муниципалитета и школы ознакомлены. Они незначительны, отметила Светлана Федоровна. У нас выпускники прошлых лет не имеют права участвовать в досрочный период. Они участвуют в основной период в резервные дни. То есть, это после 20 июня. Далее у нас регламентированы сроки обработки информатики в компьютерной форме по 11 классам. Раньше это было 4 дня. Сейчас за 2 дня идет обработка, потому что экзамен проводится в компьютерной форме. Далее у нас конфликтная комиссия, которая раньше просматривала апелляции. Она переименована в апелляционную комиссию. Альбина Ламкова, Михаил Каракелян, Вести, Корчао, Черкесия. С каждым годом родные языки утрачивают свою привлекательность для подрастающих поколений. С сожалению, констатируют специалисты сферы образования. Бьют тревогу и общественные организации, а также старейшины. Забываются вместе с языком и культура народа, и ее история. А для малых народов такое явление может стать катастрофическим и привести к их исчезновению. Эти вопросы не раз поднимались общественниками, проводились круглые столы, собрания. И итогом этой работы стало осознание того, что национальные языки необходимо внедрять в образовательную программу. Более активно нужен и современный учебный материал. Эти и другие вопросы моя коллега Мадина Каракетова обсудила с депутатом парламента Карачева-Черкесии Расулом Кубановым. Интервью смотрите далее, а наш выпуск завершен.